Добрый вечер, уважаемые коллеги. Большое спасибо за ваше терпение. Очень постараюсь вас не утомлять. Ну, прежде всего, о терминологии. Если вы помните, совсем до недавних пор существовал только один термин. Ладоно-подошвенный синдром. Вы все знаете, он ассоциируется с химиотерапией, преимущественно доксилода и келикс-препараты. И только после того, как появились таргетные препараты, мы вновь столкнулись с этим видом токсичности. Несмотря на схожесть некоторых характеристик, все-таки эти два вида одной токсичности имеют разный патогенез и разную клиническую картину. Почему важно знать об этой токсичности? Ведь она не является жизнеугрожающей. Но это руки, это ноги. И, естественно, они ассоциируются с наиболее важными аспектами качества жизни. Это самообслуживание, это жизнедеятельность и мобильность. И понятное дело, что, лишившись этого, пациент наш может, несмотря на такую незначимую проблему, может просто стать инвалидом. Это исследование было представлено в 2015 году. Оценивали качество жизни у пациентов на фоне терапии капицетабина с сарафенимом. Это пациенты раком молочной железы. И проанализировали у них качество жизни по четырем опросникам. Так вот вы видите, что с увеличением степени токсичности, здесь взяли за показатель дефицит качества жизни, с увеличением степени токсичности увеличивается дефицит качества жизни, который связан с ежедневной активностью и с симптомами представленной токсичности. Почему еще важно знать об этой токсичности? Мы знаем, что токсичность управляема. Мы можем редуцировать дозу, мы можем удлинять интервалы между курсами, отменить терапию. Но еще в 1985 году основатель адювантной терапии Бонадонна, когда появились первые его исследования по адювантной терапии рака молочной железы с режимом СИМИЭФ, показал, что снижение интенсивности лечения приводит к достоверному ухудшению безрецидивной и общей выживаемости. А вот исследование 2015 года. Адювантная химиотерапия, колоректальный рак, пожилые пациенты, которые получали стандартную схему химиотерапии с включением препарата ксилоды, длительных инфузий 5-фторороцила. И, как вы видите, что здесь показали? Что снижение интенсивности лечения на 70% достоверно ухудшало показатель и 5-летней общей выживаемости, и 3-летней выживаемости без прогрессирования. Как часто возникает? Часто. Вы видите, здесь представлены цитостатики, которые применяются практически при всех локализациях. Наиболее часто это келикс, капицитабин, доксорубицин и так далее. Таргет-мей препараты – это специфический побочный эффект ладонно-подошвенная кожная реакция, который ассоциируется с мультикиназными ингибиторами. И на сегодня таких препаратов становится все больше и больше. И вы видите, что наиболее часто этот вид токсичности встречается при терапии регарфенибом, препарат, который совсем был недавно одобрен, очень важен для больных, для колоректальным раком. Препарат очень интересный, но, тем не менее, на нем 60% токсичности. Патогенез и клинические симптомы. Ну, скажу вам честно, до сих пор не могут понять, почему это происходит. Но, тем не менее, из наиболее доказанных теорий – это специфичность концентрации метаболитов препаратов в икриновых потовых железах, плотность которых наибольшая на ладонях и подошвах. В результате этого происходит экскреция метаболитов, продуктов метаболизма на кожу. При взаимодействии этих метаболитов с кислородом образуются свободные радикалы, агрессивные, которые перентрируют обратно в кожу. Свободные радикалы снижают антиоксидантные и защитные свойства кожи и активируют воспаление. Возможные причины высокой концентрации. Наибольшая активность этих частей тела, поскольку я говорила, что это руки и ноги, приводит к травматизации и повышенной проницаемости сосудистых капилляров, что повышает концентрацию метаболитов как раз именно в этих участках кожи. Также есть одна теория, которая поддерживает, что именно в коже, ладони и подвож высокая концентрация тимидилатсинтетазы. Это препарат, который метаболизирует, вы знаете, ксилоду и фторороцил. А это экспериментальное исследование, где как раз подтвердили эту теорию. У 10 пациентов с ладоноподошенным синдромом, которые получали препарат Келикс, методом лазерной сканирующей микроскопии на участках с гипергидрозом, показали. Вы видите, здесь концентрацию оценивали Келикс на поверхности кожи до начала инфузии и в конце инфузии. Вы видите 10-кратное увеличение. И также оценивали антиоксидантные свойства кожи, концентрацию Б-каротина, который в обратной зависимости снижался по мере накопления препарата. А это флюоресцентное окрашивание икриновой железы, то есть подтверждение того, что действительно задействованы икриновые железы. Патогенез ладоноподошенной кожной реакции гораздо проще. Он логично объясняется механизмом действия мультикиназных ингибиторов. Это результат комбинированной блокады, рецепторов ангиогенных, других факторов роста в коже, где они представлены в наибольшем количестве. Результатом антипролиферативного эффекта является повреждение и гибель кератиноцитов. Результатом антиангиогенного эффекта является нарушение репарации сосудистых капилляров, в результате снижения трофики, оксигенации и репарации кожных покровов. Также, поскольку задействованы ЦКИТ и ПЭДЖФР рецепторы, снижается пролиферация клеток в икриновых потовых железах, что приводит к кистозным изменениям. И это отражается в клинической картине. Я позже это покажу. Ну и результатом всего этого традиционное воспаление, повреждение эпиталиального барьера, вторичная инфекция и гиперкератоз. Клиническая картина. Клиническая картина обусловлена патогенезом. Как я уже говорила, что два вида токсичности отличаются по клинической картине. При ладоноподошвенном синдроме это, как правило, симметрично. Это генерализованный отек, генерализованная эритема, это дизостезия и чаще встречается на ладонях. А вот при ладоноподошвенной кожной реакции это чаще всего асимметричное поражение. Это понятно почему. Там, где локализуются рецепторы, которые блокируют мультикиназные ингибиторы. Как я уже говорила, воздействие на экриновые и потовые железы приводят к кистообразованиям. И это в клинике проявляется плотными волдырями. Это не просто обычные волдыри, наполненные жидкостью. Это совершенно другие плотные волдыри. Также гиперкератозы чаще встречаются на стопах. Еще очень интересный феномен ассоциируется с ладоноподошвенной кожной реакцией, которая обусловлена патогенезом мультикиназных ингибиторов. Это повреждение и нарушение репарации кожи в местах с наибольшей травматизацией по причине снижения циркуляции в сосудистых капиллярах. Стодирование. На самом деле существует масса классификаций, но для клинической практики, и нам она показалась наиболее удобной, это классификация Национального ракового института, которая дифференцирует степени в зависимости от выраженности проявления, а самое главное от ограничения деятельности. Но хочу вам сказать, что в клинической практике действительно очень сложно выставить степень. Когда это важно? Принципиальное значение разграничения степени имеет тогда, когда доктор принимает решение редуцировать дозу или отменять препарат. Наиболее рациональная тактика. Укладываемся в простую калькуляцию. Уровень сложности, стоимость, длительность терапии, препараты, которые используются для купирования этой токсичности, визиты к врачу, терапия, которая нарушает ритм жизни пациента и исход. И понятное дело, что в результате простой калькуляции все-таки профилактика данной токсичности наиболее рациональна. Ну и, как сказал Антон Владимирович, в этом году российские рекомендации пополнились новой тематикой. Это ладоноподошвенный синдром. Создали ее эксперты в поддерживающей терапии вместе с дерматологами. Но, как сказал Антон Владимирович, не существует на сегодня стандартизированных рекомендаций. Поэтому наши рекомендации включают экспертное мнение онкологов, дерматологов. Это российские международные клинические исследования и клинический опыт. Не работает. Профилактика. Ну, понятно, что такое профилактика. Профилактику нужно начинать заблаговременно. Я не буду рассказывать длительно про общие меры профилактики. Они здесь все наглядно видны. Но хочу обратить ваше внимание, что очень важно не упустить тот момент, когда приходит к вам пациент, его нужно осмотреть. И если есть показания, если у пациента есть проблема на коже, его нужно отправлять в подологический кабинет. Такие кабинеты на сегодня существуют. Поскольку для таких пациентов мозоли, гиперкератоз является триггером воспаления, это очень важно. Важным аспектом профилактики также является увлажнение и смягчение кожи, поскольку для таких пациентов сухость кожи также является триггером воспаления. И очень интересные данные были представлены в 2013 году на АСКО. Оказывается, что практически во всех европейских клиниках пациенты, которые получают келикс или ксилоду, любой препарат, который ассоциируется с этим видом токсичности, во время химиотерапии кратковременно погружают руки и ноги в холодную воду во время инфузии, что значительно снижает риск развития и снижает степень этой токсичности. Еще очень интересный подход при лечении келикса. Сейчас вышел ряд исследований, в которых показали, что применение при медикации дексметазоном действительно помогает этим пациентам справиться с таким видом токсичности. И в 2013 году на АСКО Марио Лакутюр, это специалист, который очень-очень-очень-очень давно занимается этой проблемой, он представил исследование, где пациенты пользовались гелевыми охлажденными перчатками. И интересно было то, что туда включали пациентов не только те, кто получает терапию, ассоциируемую с таким видом токсичности, но и пациенты, которые получали доцитоксел. Это снижает риск онихолизицы ногтей. Вы знаете, что это очень проблематично для наших пациентов. Лечение. Специального лечения не существует. Лечение посимптомно. Есть гиперкератоз, назначаем кератолитические средства. Это средства, которые включают мочевину или салициловую кислоту. Сухость. Смягчающие заживляющие кремы. Я позже об этом скажу, об этих кремах. Воспаление. Здесь невозможно обойтись без кортикостероидов. Вы знаете, что это препараты, которые выручают нас в любой ситуации. Есть ли лечение осложнения? Так вот, когда возникают осложнения, давайте думать правильно. Не надо заниматься тем, чем мы не должны заниматься. Осложнение этого вида токсичности – это рутинная клиническая практика дерматологов. Поэтому, конечно же, в этой ситуации имеет смысл пациента проконсультировать у дерматолога. Он правильно будет назначать антибактериальные, правильно кортикостероидные препараты, обезболивающие. Что должен сделать онколог? Если степень повышается более второй, нужно модифицировать дозу или отменить препарат, соответственно, инструкции. И я представлю несколько кремов, которые наиболее часто используются для оккупирования данного побочного эффекта. Это кремы с мочевиной. Исследование, которое было представлено в 2015 году, это в прошлом году, это гепатоцеллюлярный рак. Пациенты получали терапию с арафенибом и им проводили профилактику. Одна группа получала препарат крем с мочевиной 10%, а другая ничего не получала. Профилактика проводилась в течение 12 недель с первого дня. И вы видите, что те пациенты, которым проводили профилактику кремом с мочевиной, у них достоверно было длиннее время до появления первых симптомов и значительно меньше, достоверно меньше степень выраженности токсичности. И я хочу представить очень интересный крем. Это единственный на сегодня крем с зарегистрированным показанием для устранения симптомов. Это крем-антиоксидант Элима. Очень интересно, он содержит только натуральные компоненты. И особенность этого крема в том, что препарат состоит из наночистит, которые содержат мощный антиоксидантный комплекс. Активность этого пятикомпонентного защитного фактора в 60 раз выше естественных антиоксидантных свойств кожи и в 40 раз выше по сравнению с современными солнцезащитными кремами. Механизм действия патогенетический, двойной, протективный. За счет консистенции препарат создает на поверхности кожи защитную пленку, что препятствует проникновению, о чем я уже говорила, свободного радикала в кожу. Основное его действие как антиоксидант. Он нейтрализует свободные радикалы. И этим оказывает смягчающий и противовоспалительный эффект. Препарат имеет достаточно большую базу клинических исследований. Но я покажу то исследование, которое появилось совсем недавно. Это вышло буквально 1 февраля. Это исследование PROCAP. Исследование, где пациентам колоректальным раком проводили режимы с ксилодой и разделили их на две группы. В одной группе проводили профилактику кремами с мочевиной 10%, а в другой группе MAPISAL. MAPISAL это препарат ELIMA, но он так называется в Германии. Так вот, что же показали, что проводя такую профилактику, в группе с MAPISAL было достоверно меньше больных, у которых развился такой побочный эффект. При этом время до развития ладонно-подошвенной кожной реакции ладонно-подошвенного синдрома было длиннее в группе MAPISAL. А это наша гордость, это исследование, которое наше российское, которое инициировало Междунациональный центр по исследованию по качеству жизни, профессора Ионова. Это наши пациенты. Участвовало 6 центров в этом исследовании. Но здесь ELIMA использовалась в качестве лечения. Применялись практически весь спектр препаратов, которые ассоциируются с этим видом токсичности. Пациенты включались уже с ладонно-подошвенным синдромом или ладонно-подошвенную кожную реакцию. И в этом исследовании крем ELIMA сравнивали с кремом витамин F99. Это наиболее частый. Этот крем также снимает сухость, обладает противовоспалительным эффектом. Он часто используется при терапии экземы. И в этом исследовании оценивали динамику степени тяжести этого побочного эффекта и выраженность симптомов по опрознику. Вот что получили. По степени тяжести в группе пациентов, которым применяли ELIMA, было достоверно увидеть, что цифра очень высокая, достоверно выше больных, у которых было улучшение на фоне этой терапии. И также такие же данные были получены по выраженности 14 симптомов. Тоже в группе ELIMA были лучшие результаты. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.